Техническая стратегия Техническая стратегия Окей, рук стало чуть меньше Хорошо, последний вопрос Разделяете ли вы видение этой стратегии? Нравится ли она вам? Окей, хорошо Этот комический этюд удался Что ж, тогда давайте стартанем Сегодня я поговорю о том Как мне кажется, для чего вообще инженерам Для чего команде знать о технической стратегии И от каких бед она может их спасти И может быть, если Какие-то страдания Которые я пишу в своем докладе Вы ощущаете на себе или в своих командах Может быть, их удастся закрыть Пойдя по пути поиска некой цели А не только движения по пути В котором непонятно, что будет в будущем Под что придется подстраиваться Меня, собственно, зовут Саша Афенов Я в IT уже 15 лет Это официальная часть, скажем так И в последние два года В Авито я занимаюсь Командой, которая создает И развивает Авито доставку Кластер Logistics внутри вертикали Авито товара Почему, собственно, буду сегодня об этой теме рассказывать Почему вообще уполномоченцы делать Потому что, с одной стороны, я работал в компаниях И на проектах, где никакого подобия стратегий Или понимания, а что будет, даже через полгода не было С другой стороны, у меня была возможность Совместно с Ярославом, Вовой Ионовым И другими коллегами Разрабатывать техническую стратегию Нашей вертикали товара Поэтому кое-какой опыт накопился И этим хочется поделиться Краткий план, что будет Наверняка кто-то знает Не очень молодого человека на скриншоте Насчет того, что у нас был план Мы его придерживались Что будет в докладе Базовое определение Посмотрим, что такое стратегия Потому что руки мало кто поднял Кажется, хочется немножко об этом поговорить Далее по поводу вообще инженера в команде То есть какие у него вообще боли Чтобы подсветить, в чем эта роль И где нехватка стратегии Может человеку на позиции инженера делать больно Стратегия, опять же, должна быть кем-то написана Откуда взяться Это тоже рассмотрим Ну и, собственно, как ее реализовывать Это тоже такой немаловажный кусочек По поводу стратегии Ну, наверное, самый замечательный вариант Который можно рассмотреть Это заглянуть в Википедию И там будет что-нибудь классическое Из истории человеческих противостояний Что, мол, есть какой-то далеко Идущий верхнеуровневый план Как достичь какой-то замечательной цели Ну, то есть какое-то аморфное определение Нам оно не очень интересно Смотрим еще куда-нибудь Допустим, вот поражение Всего лишь упущенная победа И нет недостижимых целей А есть неправильные стратегии Знает ли кто-нибудь, кому принадлежит эта цитата? Рук нет Дальше будет интересно Потому что принадлежит она вот этому товарищу Это господин Мавроди И на этапе подготовки доклада Мне сказали, что велика вероятность Так как я уже не очень молод Что люди не знают, кто такой Мавроди Человек, который стоит за несколькими Финансовыми пирамидами И большой болью огромного количества людей И у него определенно была стратегия И он ее точно придерживался И наверняка позвоночником этой стратегии Конечно была идея об эксплуатации Людей, их слабостей И того там экономического контекста В котором они жили Не будем останавливаться на этом Собственно поговорим немножко Про виды вообще стратегий Какие они бывают в компании Где есть хоть какая-то разработка У нас все-таки IT-конференция Стратегия, например, бизнесовая То есть история про то А на каком рынке мы работаем Кто наши конкуренты За счет чего мы вообще получаем Какую-то выручку И каких показателей хотим достичь Вполне себе она может отвечать На эти вопросы Далее в зависимости от наличия Продуктовой культуры А я не всегда работал в компании Где она есть Может существовать стратегия Продуктовая Которая уже будет подкреплять Бизнесовую и говорить Что окей Этих целей мы достигнем За счет прокачки таких-то метрик Создания и поддержки Таких-то продуктов Кто наши пользователи Как они сегментированы Мы счастливы ли они И как нам что-то в этом поменять Желательно в лучшую сторону Опять же Наверняка когда-нибудь Вы сталкивались С таким понятием Как HR Может быть People или HR Стратегия Даша вот сидит Улыбается на этой фразе И Это уже контекст того А как вообще построена Работа с персоналом На каких принципах Откуда берем Как нанимаем Как делаем счастливым Как мотивируем Множество аспектов Может быть освещено там Ну и тех-пиар Опять же компания Которая хочет Чтобы к ней приходили Хочет прокачивать Свой HR бренд Или просто иметь Какой-то вес В IT-индустрии Имеет Некую тех-пиар Стратегию И сюда может Входить все что угодно Отправить Кого-нибудь Рассказывать Про доклады Или сделать Свою конференцию Но мы сегодня Все-таки Про техническую стратегию Вот эта вот фраза То, что это план Я не все слайды Буду свои читать Не переживайте Но этот слайд Важно озвучить Что значит тех-стратегии Это план, определяющий Как IT Будет использоваться Для достижения Бизнеса или организации Эта фраза Была написана Чатом GPT И использование Чата GPT Вполне себе Может быть важной Частью вашей Технической стратегии Потому что При ее подготовке Вы исследуете Например Общемировые тренды Конкретно В вашей Там подиндустрии Или в самом IT И заложите это На следующие годы Как какой-то важный фокус В большинстве случаев Когда я пробовал поговорить С инженерами Этим лидами С командами Которые приносят Непосредственную ценность Компании О том Что нам нужна Какая-то там стратегия Обычно возникал Вот этот вопрос Типа Ну Мы же что-то делаем Оно работает Может быть Можно как-то обойтись И этот вопрос Зачастую детализируется Например Что Ну Ребят Стратегия Это что-то на бизнесовом Вот Бизнес Конечно же Должен понимать Как заработать деньги Чтобы всем платить зарплату И инженерной команде В том числе И вот пусть они Стратегией занимаются Хотелось бы Это мнение Ну Несколько Опровергнуть Развенчать Здесь будет черный экран Просто для того Чтобы не отвлекать Надписью на слайде Короткий рассказ О том Как я Допустим Со своей командой Хапнул боли Когда Была некая Сиюминутная задача И полностью отсутствовало Какое-либо подобие Стратегии Наверняка Кто-то из вас Звонил Кому-нибудь И вместо гудков Слышал омерзительную музыку Судя по некоторым смешкам Такой опыт был Так исторически сложилось Что на территории России Бывших стран СНГ У операторов Большой тройки А потом четверки За значительную часть Этих звонков Отвечал я Я небольшая команда Которая разрабатывала Соответствующий сервис Идея была очень простой Нужно было Чтобы абонент А позвонил абоненту Б Очень быстрая коммутация Произошла До наших сервисов И те вернули бы Некий Айдишник контента Который надо сыграть Такая задача была поставлена Было два программиста Включая вашего покорного услугу Мы сели Все это закодили И оно заработало Ровно так Оно подбирало контент Отдавало На этом задача заканчивалась С телефона И его играло И в итоге Несчастный абонент Вместо гудков Слышал рекламу Прогнозы погоды Курсы валют И всякое разное Не очень приятное зачастую Так вот Мысль была в том Что спустя некоторое время К нам пришел бизнес Говорят Ребята Прекрасная новость Мы договорились Что В рамках выигранного Нашими Нами тендера Через месяц Мы запускаем Ну примерно то же самое Просто там будет Голосовое меню Такое Когда кнопочку нажимаешь Там что-то происходит Ну там ветвистые Структуры Админочку сделать Еще что-то Мы такое Вообще не закладывали Ни с точки зрения Структуры базы данных Ни с точки зрения Перспективы Что вместо 50 тысяч абонентов В прыжке У нас будет подключение Тех же самых 50 тысяч В сутки Ни о чем из этого Нас не предупреждали О тендере не говорили И мы оказались В крайне дискомфортной Ситуации Узнаете ли вы себя Хоть в какой-то момент Своей карьеры В подобной ситуации Руки есть Окей Значит есть О какой более поговорить Можно на этом этапе Сказать Ну ладно Ты наверное работал На какой-то галерии Непонятной Ну где такое могло Произойти Стратегии Это все-таки Для каких-то Больших компаний У которых есть время Значит этим заниматься Опять же Опять же я считаю Что нет И компания Которая Я говорю Ну Это там Десятки разработчиков Типа в пределах Там трех А на этом проекте Вот у нас было Сначала двое Потом Стало чуть больше Так что Это может быть актуально Для компании И команды В общем-то Любого размера И мысль моя такова Что техническая стратегия Это в итоге Неплохой способ Сделать работу Довольно скучной Потому что вы знаете Что ждет впереди Но вместе с тем Может быть более интересной Потому что будет возможность Тратить свое время На то Чтобы Обновлять Имеющиеся технологии Решать задачи С каким-то большим Опять же Технологическим вызовом Делать приоритеты На то Что действительно важно Пользователю А не срочно Перепиливать Какой-нибудь Legacy код Для того Чтобы быстрее запустить Прилетевшую Без предупреждения Фичу Как я обещал вначале Собственно Вот команда Состоящая из инженеров Куда мы пытаемся Стратегию запихнуть Как бы В чем здесь Сущность инженера В рамках логики Моего доклада Инженер Это кто-то Кто очень близок К ценности Которая доезжает До пользователя Тот, кто непосредственно Вносит изменения В системы Сервисы Потоки данных Интерфейсов И все-все на свете И есть разные контексты В которых инженер Может расти И развиваться Иногда это происходит Без стратегии Достаточно планомерно И без особых проблем Иногда Опять же Кейсы Которые я наблюдал Это происходит На базе Некого Legacy Чуть затрону позже Допустим Я в свое время Прокачивался в Ламоде Работая с прекрасным Куском Кода Такого Legacy Который достался Там на много Тысячи строк кода Одним свитчкейсом В котором надо было Вот разбираться И я чуть ли не в сеньора Вырос Становясь экспертом В этом куске Позже он был успешно Побежден Благодаря тому Что у Ламоды Появилась Техническая стратегия Подразумевавшая Распил всего этого Великолепия Переход на Микросервисную Архитектуру Но при этом Инженеров В команде Несколько Команд В компании Обычно Тоже несколько Все они Постоянно Что-то делают И в отсутствии Какого-то вектора В том числе Технического Они могут порождать Большой архитектурный Технический долг С понятием ДДД Все ли знакомы? Да Ну то есть все знают Что это Давай-давай Деплой И это схема Которая опять же Приводит к Тому Что зачастую Даже уже не технический долг А та самая Техническая ипотека Собственно Пример С которым в том числе Я плотно взаимодействовал Это когда на старте У компании Был некий Небольшой сервис Даже монолитом Нельзя было назвать Ну что-то делает Большинство функций Закрывает Стартап быстро растет Сервис в продакшене Запросы к нему летят Значит если какая-то Новая фича появляется У продукта Значит нужно пихнуть Ее в этот сервис Так продолжается Столько лет Что сервис уже может Пойти в школу потенциально И спустя несколько лет Уже становится понятно При анализе действий команды Что большая часть времени Уходит как раз На вот эту археологию Разобраться А что, почему В каких модулях лежит Что там вообще происходит И это контрпродуктивно Потому что Команда Которая этим занимается Она не получает Опыта релевантного рынку То есть они эксперты Там в этом монолите В итоге А не в каких-то Современных технологиях Подходах И прочем У них Не появляется Нового опыта Дизайна систем Потому что все время Уходит на то Чтобы скорее Внутри этого монолита Что-то новое запустить И разобраться Как оно было сделано Предыдущими программистами Я проработал С такой системой Довольно долго Поэтому Когда я следовал Паттерну Что это проблема Будущих программистов То потом Я оказывался Этим будущим программистом И со своим же Легаси разбирался Что тоже было дискомфортно Плюс Менялись Темблиды Которые выгорали На этом Менеджеры Вообще Косило просто Как во времена чумы И это было Крайне дискомфортно Поэтому в итоге Влияние на инженеров Было таким Анбордиться Очень больно То есть система Которая развивалась При полном отсутствии Стратегии ее развития Становилась Непосильной С точки зрения Какого-то вообще Когнитивной нагрузки При попытке В ней разобраться Тайм-то-маркет Был очень высоким И это создавало Дополнительную боль То есть Нет ощущения Во-первых Что ценность доезжает До пользователя Это случается Пару раз в год По праздникам Примерно как Первый ревью Собственно Про первый ревью Опять же То есть Если ценность Не доезжает до прода Многие наверняка Сталкивались с концепцией Мы не поставим Человеку Какой-нибудь повышенный Результат Потому что Оно еще не в проде Очень такая Классическая история Трудно оценить Пока Решение еще не запущено На пользователей Из-за высокого Тайм-то-маркета В итоге Человек может Не дополучать Каких-то результатов В рамках ревью Ну и опять же Как я уже сказал Вместо того Чтобы что-то новое Классное сделать Приходится разбираться В накопленном долге Поэтому я пытаюсь Подвести к тому Что для инженера В итоге зачастую Спасибо за реакцию Присутствие Или отсутствие Технической стратегии Может давать Примерно вот тот эффект Как значит С бородой Без бороды Так вот На этом этапе Можно задаться вопросом Ну окей Черт с ним Саша Мы поверим тебе Наверное нужна Техническая стратегия Инженеру Но где он ее Собственно возьмет Она должна появиться Откуда-то То есть процесс Выглядит Следующим образом Вот на том примере Который мы прошли В авито товарах Создавая нашу Техническую стратегию Во-первых Мы взяли Все соседние стратегии Если помните Вначале я подсвечивал Какие они могут быть Все они были учтены Мы учитывали то Что работает Нехорошо Несовершенно В наших процессах И технологиях И тоже складировали Это в такое Ведерко с вводными Которые дальше Использовали При написании стратегии Потому что нельзя Только быть какой-то Исполняющей функции Для заказчика Или даже партнеров В продукте и бизнесе Нужно закрыть И свои проблемы Свои технические боли Далее Это формирование Рабочей группы Где были раскиданы задачки Кто за что будет отвечать Какие блоки исследовать Писать и так далее Кто-то брался За исследование трендов За написание Конкретных текстов Вординг и так далее Но главным было Сначала накидать идеи Реально Какими мы хотим быть И для чего И почему мы так считаем А уже потом уходить в детали Потом этап защиты Потому что все те Кто находится рядом Кто принимает решение А можем ли мы Потратить Вообще ресурсы На реализацию Такой большой штуки Которую придумали Должны сказать Ок Мы вам верим Пускай это будет Ваша техническая стратегия И дальше уже Период социализации Всем рассказать Показать Объяснить Что за этой стратегией стоит И как мы будем Ее воплощать в жизнь Сам вот этот процесс Про который я только что Рассказал В нашем случае Это по цепочке Были руководители Разных уровней Кто-то ходил Собирал фокус-группы Из инженеров Кто-то нет Но мы использовали Все вот эти Перечисленные вводные Анализ трендов Более задачи бизнеса Продукты и так далее И закладывали это В стратегию Опять же Может возникнуть вопрос Ну окей Там эти руководители Безумные Что-то напридумывали А может ли инженер Вообще как-то на это повлиять Здесь в принципе Несколько вариантов Как я уже сказал Это варианты опросов Ретро Сбор всей информации Которая не летит То есть от чего болит Больше всего ваших команд И здесь может быть Море разных вариантов Там одна из идей Если кто-нибудь Использовал тот же Спотифай Скват хелс чек Если вы где-то видите Что людям скучно работать Скучно релизить Им не нравятся задачи Или если вы примените Подход Описанный передо мной Александрой И будете задавать Вопросы формата Что у тебя самое сложное Или самое грустное В работе Вы сможете собрать Кучу фактуры Для того Чтобы попытаться В дальнейшем Это порешать На каком-то стратегическом пути В рамках стратегии В итоге После того Как весь процесс Был пройден Ну в лучшем случае Получится именно стратегия Вид будущего Какими вы Как команда Как компания С технической точки зрения Хотите быть В худшем случае Получится документ Что я имею в виду Часто люди пишут Именно документы И это что-то состоящее Примерно как мы с вами Или как огурец Из воды Не имеющий реальной ценности Важно чтобы сначала Сформировалась идея И потом уже Начинались какие-то Чистовые версии Перевод на английский Мы тоже проходили И это кстати Чат GPT Офигенно помогает И в этом тоже Но это далеко не главное Поэтому в итоге Хочется ответить на вопрос А что получилось Что такое стратегия Иначе это какие-то Верхнеуровневые Красивые тезисы Не actionable история Это как раз документ В котором вначале Есть некое summary Какими мы хотим быть Для чего И почему мы так считаем И потом детализация Описание того Что к примеру Не секретом будет Что многие E-ком компании Работают с категорийной Спецификой И мы например Хотим быть гибкими В этом вопросе Это пример цели Которую можно было бы Вписать в техническую стратегию Для того чтобы Мочь гибко подстраиваться Под нужды Каких-то категорий Допустим на авито Каждому подразделению Каждому домену Набору сервисов Нужно что-то в себе поменять И это дальше превратится Уже в конкретные инициативы Далее для того чтобы Прийти к этому Целевому состоянию Могут потребоваться Какие-то дополнительные ресурсы Команды Какие-то организационные изменения Может быть кто-то будет выделен Как рассказывал Мой коллега Ярослав Появятся платформенные команды Из существующих ресурсов Или надо кого-то нанять Ну и здорово было бы Показать роудмап К чему Когда мы придем Он обычно довольно детальный На первый год И потом знаете Рисунок с лошадью Который сначала красивый А потом превращается В схематичное уродство Вот так же обычно Выглядит план Его детализация Разумеется падает С движением в года И тут наверное Я мог бы показать вам Тех стратегию своей вертикали Но так как я люблю Работать в Авито И подписал NDA Я не могу этого сделать Поэтому мы сделаем Небольшой шажочек назад Вот тот кейс С убогой платформой Которая должна была Быстро научиться Что-то другое проигрывать Вот можно посмотреть На этом примере Если бы Бизнес пришел К технической команде И сказал Ребята Вот сейчас мы делаем Платформу Которая играет музыку Вместо гудков У нас в планах Пойти податься на тендер Который может быть Выигрываем Может быть нет Который усложнит Функционал системы И потребуется уметь Принимать действия От кнопочек Проигрывать контент В определенном порядке Запоминая Хождение по меню Ну и прочие-прочие штуки Плюс мы хотим Прикрутить туда Оплату Тарификацию То есть некий Биллинг и провиженинг Мы хотим Введить статистику И разумеется Быть супер зрелыми Иметь интерфейс Чтобы всем этим рулить Это были гипотезы Которыми бизнес Уже располагал И из такой формулировки Уже можно было бы Что-то взять и поделать То есть команда Что сделала бы Она поняла бы дельту То есть вот что мы Сейчас напроектировали А что от нас захотят И могла бы заложить себе В технический бэклог Или в стиль того Как решаются текущие задачи Вот это целевое видение К которому нужно будет прийти Делать систему Достаточно гибкой Достаточно абстрактной Чтобы потом не было Бесконечно больно Выделила бы основные стримы Типа что вот здесь Мы будем работать Над блоками Связанными с деньгами С тарификацией Здесь основной движок Для контента Здесь там система правил И тому подобные вещи Показала бы это все Команде бизнеса Продуктовой функции Там на этом опыте не было Но это не суть столь важно Наверняка защитила бы Потому что техническая стратегия Явно показывала бы Как это поможет Нуждам бизнеса И дальше был бы Этап планирования Который показал бы В какие моменты Что из инициатив Будет сделано И потом Я надеюсь Не пришлось бы Жить в офисе Мыть голову в раковине Это реальные кейсы Кстати На моем опыте Из-за того Что кто-то заранее Значит О чем-то не предупредил Но даже если стратегия была И все красиво нарисовали То вопрос ее воплощения В жизнь Это все равно Большая отдельная проблема Допустим Что документ был написан Его всем показали Вот как вам кажется Достаточно ли показать документ Команде Чтобы стратегия Потом реализовалась Ну предсказуемо нет Потому что Ну типа Есть другие Более важные задачи Ну то есть Мы там О чем будем думать Давайте кто-то Даст нам инструменты Для того Чтобы стратегия Действительно Воплощалась в жизнь Первый этап Это как раз Та самая социализация Показать Объяснить Сделать доступной Для прочтения Такой Просыпается человек Ночью думает Блин А что у нас в стратегии Вот он должен быть В состоянии Быстро документы открыть Почитать Освежить Онлайн Совместное чтение Объяснение С подсветкой того А почему стратегия Именно такая И какая логика Стояла за принятием Всех этих решений И построением целей А уже этап реализации Это дробление На вот те самые цели Чем дальше в будущем Тем более не абстрактные Годовые цели В данном случае Это отличный пример Потому что стратегии Обычно рисуются Года на три Примерно Иначе это не Стратегический горизонт При наличии годовой цели Дальше можно бить Ее на квартальные И это уже уровень Конкретных технических проектов Скажем Хотим сделать так Чтобы каждый домен Жил за своим фасадом Это некий большой проект Который дробится на кварталы И уже берется в работу Планируется и так далее И момент про подкрепление Процессами Потому что стратегия Не обязательно описывает То, что мы хотим Поменять в наших системах И архитектуре Это может быть изменение В подходах Изменение в том Как именно мы работаем Или какие инструменты Мы применяем Прости господи Тот же самый чат GPT Поэтому подкрепление Процессами может быть разным Один из примеров QR-код может вам Вполне себе пригодиться Доклад Паши Локосникова Про техдизайн ревью Это система Которая помогает С реализацией стратегии По сути это Синхронные архитектурные Комитеты Которые проводятся В виде документа Да, я отойду Чтобы не загораживать QR-код В которых Приносятся все Замечания и комментарии И это прекрасная точка Где, скажем Вся вертикаль руководителей Может посмотреть на решение И сличить его С технической стратегии Посмотреть Не противоречит ли оно Ей И если это так Значит не пропустить Решение вперед Собственно Предположим Что при помощи Как раз Корректного цели полагания Внятной социализации Разных поддерживающих Процессов Как будто бы удалось Реализовать стратегию Обычно мы Таким термином Не оперируем Мы считаем Что стратегия Как и обстоятельства На рынке Как цели бизнеса Как вообще Общий мировой контекст Может меняться То есть в идеале Где-то раз Скажем в полгода Имеет смысл посмотреть А туда ли мы идем Чего мы уже достигли То есть это тоже Достаточно стандартный Процесс Такого sanity чека И если какие-то вещи Не полетели Получили пушбэк И негатив От инженерных команд Или цели бизнеса Сменились И какие-то блоки Более не актуальны Абсолютно разумно Будет стратегию Скорректировать И заново Всем об этом Рассказать Поэтому хочется Проговорить Вот если весь этот Путь был пройден И в это удалось пойти То какая Инженерной команде Инженерам от этого Будет польза В идеале Это конечно Меньше вот этих Внезапных влетов Когда нужно Кому-то потом доказывать Что окей Нам придется Все запаузить На полтора года И переписывать Потому что мы не знали Что у бизнеса Появятся такие хотелки Это возможность Взять некоторую паузу Изучить тренды рынка Посмотреть Какие технологии Лучше подойдут Потому что Как мы знаем В идеале Мы подбираем инструмент Под задачу А не ходим И ищем задачи Которые лучше подходят Под любимый инструмент На это тоже нужно Время И на это тоже Нужны ресурсы Ну и собственно Как пример С текст дизайн Ревью Наличие стратегии Это возможность К ней возвращаться При оценке Каждого очередного Решения И смотреть Ок оно Или не ок Так что Возвращаясь К тематике О том Что нет цели Но есть только путь Такое возможно Путь будет бесконечным Цель будет постепенно Меняться Вы будете двигаться К ней Но это можно делать Комфортно И не обязательно Проходить этот путь В полной темноте Без каких-либо Ориентиров Всем спасибо На этом у меня все Итак Что у нас с вопросами Так Давайте просто По порядку Давайте начнем С правой стороны Или с центра Потом вернемся к вам Спасибо за доклад Очень интересный Актуальный Для меня Я хочу подметить Такой интересный Вот Момент в вашем кейсе Про музыку В телефоне Который вы описали Не то что я Слушал эту музыку И есть фидбэк Нет Просто сам кейс Интересный То что Есть верхнеуровневое Описание задачи Вам как разработчикам От бизнеса Что вам нужно Решить проблему И это воспроизводить Музыку Когда звонок Происходит Эта проблема Приносит бизнесу деньги Ну Ее решение Точнее Вы решаете То есть Вы не проводите Получается Какой-то Системный анализ Задавая Дополнительные вопросы Решаете Проблему В моменте Бизнес Счастлив Вы счастливы Потому что Видимо Тоже сделали Задачу Получили деньги Вот дальше Кейс Который вы описываете А как можно было бы сделать Он Ну Немножко Как будто бы Противоречив Потому что Бизнес мог бы сказать Нет Нам это не нужно Потому что Мы не знаем Как будет дальше А могли сказать Да Мы хотим сделать Все что вы описали И вы бы Допустим Запустились бы позже Но никогда Могло это не произойти И они могли бы Не выиграть тендер Я к чему это веду Что на старте Бизнес совсем Не всегда понимает Что ему нужно Конечно И даже проведение Системного анализа Не гарантирует то Что бизнес скажет вам правду Бизнес всегда Будет говорить то Ну Либо что мы хотим услышать Что подразумевает Что мы неправильно Задаем вопросы А мы в свою очередь Понимаем Что когда мы проводим Системный анализ Мы хотим прикрыть Свой тыл И как раз подумать о том А как нам масштабироваться А вот бизнесу Это вообще не интересно И по факту Получается Что у нас Игра Каждый в свои ворота Как будто бы И нам научиться Надо договариваться С бизнесом О том Где у нас баланс И вот вопрос Как получается Из этих двух крайностей В случае с телефонной Историей Можно было бы Договориться То есть Где был бы ваш баланс Потому что Есть кейс Когда бизнес Не сказал всю правду Потому что Никто не задал Вопросы И они не знали И кейс Где вы предполагаете Что бизнес мог Все рассказать И запланировать В долгосрок Но И оба варианта Реалистичны И нереалистичны Получается Очень объемный вопрос Который Похож на свой Небольшой доклад И чувствуется Ваша боль За этим На самом деле Здесь можно По-разному Поиграться Потому что Кейс Допустим С масштабированием Был известен Заранее То есть История Про То чтобы Разговаривать Ртом И делиться О планах Выстраивать Культуру Общения Подразумевала Что может быть Бизнес знает не все Может быть Тендер Они бы не выиграли Но они точно Понимали Масштабы Скажем Компаний С которыми Мы работаем То есть Эта информация В принципе Не была доступна Инженерной команде И ее неоткуда было взять То есть Кейс Который я описываю Я проговорил Что это маленькая компания То есть Там не было Системного аналитика То есть Я был и не кейщиком От переговоров С операторами Большой тройки До проработки архитектуры Написания кода Тестирования Ну в общем Можно продолжать Только телефоней Я не занимался руками И Это та ситуация Где Хотя бы информация О масштабировании Как-то повлияла бы То есть Мы были командой Джунов Буквально То есть Не было тех Кого мы сейчас В авито Допустим Считаем даже медлами И Мы на тот момент Ну мы слышали что-то Что есть такое слово Типа шардирование Вот Но как бы Надо нам Не надо На каких объемах Что там по сгре выдержат У нас не было представления Но если бы У нас были Некие нефункциональные требования Мы понимали Что речь будет идти О миллионах пользователей Мы бы уже иначе подходили К тому Как мы решаем проблему С точки зрения Вот этого момента Где бизнес сказал не все Но я подсвечивал момент о том Что есть этап защиты И если бизнес видит Вот этот Как бы Некий подготовленный вижен Да Проработанную Хотя бы верхнеуровневую стратегию Если бизнес сказал не все И они видят Куда собирается идти Техническая команда Так как бизнес платит За весь этот праздник То я ожидаю Что здесь будет все-таки Подсветка того Что ребят Короче на самом деле Дела обстоят вот так Но в идеале Команда Продуктовая Или бизнесовая Как бы ни была устроена компания Она вовлечена В процесс создания стратегии Есть все-таки Промежуточные этапы То есть какие-то Драфты Которые можно показать Обсудить И на этом этапе Уже увидеть несоответствие Хочется верить Что все-таки Те кто Как я уже сказал Платят за это все Заинтересованы в том Чтобы команда Бежала в нужную сторону Хорошо Спасибо То есть получается Что финальный этап Где можно договориться И вся технологическая Точнее стратегия Заключается в первую очередь На результате системного анализа Где подготавливается Дизайн ревью Тех дизайн ревью Которая защищается Перед бизнесом Чтобы Выровнять ожидания С действительностью Типа Про системный анализ Здесь немножко Специфическая конструкция Потому что Системный анализ Это немного другой И тех дизайн ревью Здесь я рассматривал И предлагал Скорее как уже Способ реализации стратегии А не ее подготовки То есть те дизайн ревью Это уже валидация Конкретного технического решения Это уже внутри То есть Скорее вот то О чем вы говорите Это этап Когда все-таки идет Построение гипотез Каким нам надо быть Чтобы быть достаточно гибкими Для реализации того Что хочет бизнес На первом ряду Да, мы обещали вернуться сюда Доклад прям для меня Поэтому спасибо Прям 100% Рад, что попал В то, что я хотел узнать Немногие сегодня дожили до вечера Кстати, всем большое спасибо За вашу стойкость Вопрос-то Короче такой Во-первых Ты говорил о том Что вы там Собрались с руководителями Что-то там с бизнесами С ребятами С средних команд Поговорили Ну и что-то придумали Вот Какое участие команды Ну то есть разработчиков Например В этом всем процессе Предполагается Они же ведь поближе Там к проблемам все равно Зависит от Вот то, что я подсвечивал Это опция Скажем Если работа над стратегией Делегируется по цепочке Там разным уровнем руководителей Я же стараюсь все-таки Рассказывать Не форматы Что чуваки Когда вы будете работать Там в компании Примерно вот такого масштаба Вы сможете сделать Хочется, чтобы это было возможно Даже на уровне там Команды Тут зависит от контекста В нашем случае Это опция Ребята прекрасную работу провели В моей команде Технические юнит-леды Они пошли И собрали Такие Опроснички То есть возможность Накидать стикером Типа А что не нравится Чтобы инженерная команда Могла подсветить Какие конкретно Вещи связанные С процессом того Как мы что-то разрабатываем С технологиями Которые мы используем Или там С какими-нибудь нюансами Вот мы Конкретно Я отвечаю за логистику И мы подключаем Скажем Новые службы доставки Вот нравится ли нам Этот процесс Достаточно ли он быстрый Достаточно ли он комфортный Или даже интересный Для инженеров Если там какой-то Сгусток боли Мы постараемся Этот соответственно Узел разрубить Что-то поменять И это какая-то Довольно продолжительная история Плюс на этапах Пересмотра стратегии Тоже есть опция Когда все было Социализировано Вот в первом приближении Если мы поняли Что чего-то не хватило За полгода Там все почувствовали Что как-то мы движемся Недостаточно туда Или есть нюансы То сбор фидбэка И учет в следующей версии Тоже будет Возможностью Инженеров туда Законтримить А что быть Не знаю С теми Кто недоволен Кого это все не устраивает Ну не всем же Стратегия А какой ответ Хочется услышать Что они будут уволены Смотри Тут же Какая картинка Это вопрос Доступности Какой-то демократии То есть Либо мы считаем Что у нас есть Какой-то блок людей Там стратегов Технорей Руководителей Которые прекрасно знают Куда надо идти И считают Что их мнение Истина в последней инстанции Либо они открыты Для обратной связи И учитывают Мнение Экспертов Здесь будет вопрос Того А сколько недовольных Какой это процент Что это за специалисты Если придет Скажем Сейчас будет абстрактный Опять же пример Какой-нибудь Джун скажет Что вообще-то Все уже пишут на Расти А мы тут на вашем Голенге Такого не будет Надеюсь Но тем не менее Мы конечно поговорим с ним Но вероятность того Что стратегия Этого поменяется Невелика Если это будет Высокогрейдовый Инженер Из блока там Architecture Governance Нашего Который Прямо скажет Ребята Вы стреляете себе в ногу Это будет поводом Для более какого-то Взрослого диалога То есть мне кажется Что это уже вопрос Вот конкретных кейсов В зависимости от размера команды Просто всем миром Собраться в полтысячи человек И написать стратегию Которую удовлетворит всех Я боюсь Что это невозможно Ну на самом деле Просто интересно Вот там есть какая-то команда И там просто нужно Как бы пальцем ткнуть Давай там ты мне Что-то накидаешь Или там просто Ты скидываешь Ребята Кому интересно Давайте поучаствуем В этом процессе Кому интересно Я боюсь Что не полетит Кратенько скажу Когда мы разрабатывали Стратегию вертикали Основной рабочей группы Были технический кластер лиды То есть это те Кто руководит Техническими юнит-ледами А они руководят Тим-ледами А тем-леды руководят Инженерами Верхнеуровневая стратегия Верхнеуровневая команда Сейчас конкретно В логистике Уже год Мы планомерно подходим К тому чтобы Защитить свою стратегию Нашего конкретного домена Там уже лидерский слой Моего кластера То есть это я Технический лиды Тим-леды уже появились То есть тулы И тим-леды В этой картинке появились И они уже При необходимости На этапе Когда мы будем финалить Могут еще дополнительно Какой-то фидбэк Собрать с инженеров То есть тут уже От уровня детализации Сильно зависит Спасибо Тут лайфхак такой В принципе Для всех он работает Там сейчас Через какое-то время Поставят То что можно взять в руку И отпевать потихонечку И вот Убедись просто Что твой любимый спикер Стоит рядом с тобой И дальше Не под запись Можно Прошу Спасибо за доклад Два вопроса И я вам расскажу За ответы предыдущие Про стратегию Понятно Про вот это вот Все да Более-менее ясно А где в этой картине Отработка гипотез Например То есть о чем я говорю Особенно это Когда это случается Вот спонтанно Нам нужно Мы видим Что что-то пошло не так Нам нужно в моменте Скорректироваться Мы хотим проверить Что вот А сработает ли Вот такая гипотеза Нам в плюс Для того чтобы ее проверить Технической команде Нужно вбить костыль На который можно потратить 5-10 минут Ну или ладно День И самое большое Сопротивление здесь будет Именно от самых Скилловых инженеров Потому что они Не хотят делать Это Г И вот Как в этом случае Договариваться И тестировать Какие-то гипотезы Понятно Что если она сработает Потом мы будем делать Нормально Если нет Мы просто откатываемся Тут Очень большой слой Вообще О котором имеет смысл Поговорить Но в целом Есть точки пересмотра То есть вот то что я говорю Раз в полгода В идеале Если мы на этой дистанции Отметим Что что-то совсем не летит Мы возможно Уберем это из стратегии И признаем Что это откат Плюс На этапе Когда стратегия Появляется Как Не люблю это слово Документ Есть карточка проекта Где в целом И это касается Любых проектов Компании Хорошим тоном Будет указывать Как в целом Наша продуктовая культура Довольно развита И условия выхода Из эксперимента Хорошо бы Чтобы у каждого Технического проекта Который реализует стратегию Такое описание было Что мы пошли Вот в эту историю И есть какие-то критерии Отрезки времени И метрики По которым мы поймем Что оно не летит Что нам нужно будет Эту историю сворачивать И тогда дальше Она будет из стратегии убрана То есть это уже Скорее блок про реализацию Какие-то вещи Которые мы взяли В нашу техническую стратегию Мы говорим Окей Это суперинтересно Это кажется важным Это опыт индустрии Это бест практиса С крупных компаний Там на Uber Допустим мы смотрели Мы эту историю Берем в проработку И кажется Мы хотим ее имплементировать Но первый Там Достаточно большой блок Который мы взяли Это на создание Внутренних гайдлайнов Типа А натягивая лица на нас А насколько хорошо Вероятность того Что мы придем Кое-выдор Что не натягивается Совсем Невелик Потому что много думали На старте Но если это произойдет Конечно Нельзя сказать Что стратегии Это типа Вот мы наметили курс И мы сдохнем Поменяется весь состав Мы туда придем Это было бы крайне Недальновидно И не на стратегическом Для квизов Будущих поколений Ты сказал Эпохальную фразу Что И мы признаем Что это откат Вот человек Какой профессии Может сказать это На публике И не бояться Много опасных шуток Приходит в голову Друзья Значит сейчас будет Финальный вопрос И уже отдаем микрофон Я прошу всех У кого на груди Авитотех Подходите к сцене Пожалуйста Да Прошу Спасибо большое за доклад Очень интересно Системный анализ One Love Скорее Есть такой небольшой вопрос Как можно было бы Обезопасить Стратегию На уровне разных юнитов Дать им Некий спасательный жилет Чтобы потом Не пришлось Бросать спасательный круг У вас был слайд Про Что сделала бы команда И вот там Очень много бы И это приводит к тому Что скорее Потом придется писать Постмортем То есть обрабатывать Инцидент А как вот обработать Пораньше на ваш взгляд Пораньше Не имея стратегии Имея стратегию То есть обработать Фидбэк От юнитов Команд И так далее А то есть Сейчас вы Про блок Типа каким образом Не переделать потом Стратегию Именно Социализация драфтов Например То есть когда Это не документ Который все уже приняли Понесли на защиту В зависимости от масштаба Команды разумно Будет показывать Собирать фидбэк И уходить на какую-то Корректировку То есть это история С фокус-группами По сути До того Как уже коммититься На то Что это именно то Что мы будем реализовывать Окей Спасибо Саша Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому